Всем привет! Продолжаем путешествовать по работам художников и скульпторов. Винсент Ван Гог. Улица Войер-Сюруаз. 1890 год. Полст масла 73 на 92. Величайший художник, голландец по происхождению Винсент Ван Гог стал одним из ярких представителей французской школы живописи. Манера мастера узнается сразу. Он хотел попробовать разнообразие фактур, форм, пытался найти монументальное звучание в самых обычных вещах и простых ракурсах. Здесь Ван Гог экспериментирует с трактовкой неба, стремится передать легкость и одновременно объемность, визуальную плотность облаков. Полотно поражает сочным фактурным цветом и особым ощущением жизненной силы. В целом изображение напоминает сказочный городок, наполненный солнцем, обдуваемым свежим ветром. Данное произведение принадлежит целому ряду картин, которые были написаны художником в местечке на севере Франции, во версию Руаз. В этот уединенный сельский уголок он приехал по совету брата Тео, который всю жизнь помогал Винсенту. Великий живописец страдал от психических проблем. Во версию Руаз Ван Гог хотел найти отдых и дать покой звенченным нервам. Указанный период наиболее интенсивный в творчестве мастера. Иногда он создавал по две картины в день. Сплеск деятельности закончился трагически. Во время очередного сеанса рисования художник покончил жизнь самоубийством. Интересная история приобретения этой работы художественным музеем Атенио. Сначала она находилась у Тео, потом у его жены, которая продала ее французскому поэту Жульену Алеклерку. Он являлся первым организатором ретроспективной выставки Ван Гога в Париже в 1901 году. Леклерк состоял в браке с финской пианисткой Фанни Флоден. Именно она продала картину закупочной комиссии музея в 1903 году. И вот таким образом Атенио стал первым, который приобрел творение великого живописца. Ну вот так вкратце о работе Винсента Ван Гога «Улица во версию УАЗ» 1890 год. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok